Нет наркотикам. В городской библиотеке состоялось профилактическое мероприятие среди студентов Конаковского колледжа. В ее организации активно приняли участие отдел культуры, молодежи, физкультуры и спорта администрации города Конакова. В рамках встречи говорили о здоровом образе жизни, о влиянии на организм вредных привычек, а также провели викторину среди участников мероприятия. Наркотики. Туда, без обратно. Такой теме было посвящено данное мероприятие. Проблема наркомании среди подростков нарастает колоссальными темпами. Этот вопрос по-прежнему остается актуальным. По этому поводу в городской библиотеке собрались студенты Конаковского колледжа. Сотрудники библиотеки, а также работники отдела культуры и спорта города подготовили для ребят интересную беседу с просмотром поучительных фильмов, направленных на негативное восприятие наркотических средств. И как только похожее вещество начинает поступать извне, то собственные опиоидные пептиды постепенно перестают зарабатываться. Их собственных становится все меньше. Организм требует все больших поступлений наркотика. Именно так человек становится наркозависимым. Если наркоман прекращает прием наркотиков, то возникает синдром отмены или абстинентный синдром. Вот как описывает синдром отмены Михаил Булгаков в рассказе морфии. Не тоскливое состояние, а смерть медленная обладевает морфинистом. Лишь только вы на час или на два лишите его морфия. Воздух несытный, его глотать нельзя. Словом, человека нет. Он выключен. Движется, тоскует, страдает, труп. Смерть от жажды – райская, блаженная смерть по сравнению с жаждой морфии. Мероприятие проходило в виде беседы. Студенты с удовольствием принимали участие в разговоре на злободневную тему наших дней. Отвечали на вопросы, делали выводы и, конечно, отвергали всякое знакомство. Как со своими сверстниками, употребляющих наркотические вещества, так и самими наркотиками. Мне кажется, что все уже знают, что это все очень плохо и не надо ничего такого делать. Нового я узнала для себя то, как можно действительно определить наркомана и что таким людям нужно помогать. Очень много проводится таких мероприятий здесь, у нас, в колледже. Естественно, со мной об этом говорят родители. Просвещают, так сказать, чтобы я знала, как это все происходит и чтобы сама никогда так не делала. Чтобы беседа закрепилась в юных умах, на встрече была проведена викторина среди участников мероприятия. Кто отвечал правильно и быстро получали награды. Но главное, конечно, чтобы участники мероприятия, студенты или будущие студенты, родители, помнили, что наркотик может не только сломать жизнь, но и убить.